В очередных вытекающих последствиях весны Борис Попов. С приходом весны цыктывкарским улицам в очередной раз поставили диагноз – непроходимость. Например, в этом дворе огромная лужа появляется ежегодно и высыхает только к июлю. А еще неделю назад здесь была снежная каша – головная боль автолюбителей. Они винят во всем коммунальщиков. Мол, лень было лишний раз загнать сюда снегоуборочную технику. Только на тракторах приезжали. Так не заехали. Даже джипы буксовали. Вазики. Этот водитель сегодня не ездит, а гордо плавает по двору. При виде такой картины сразу вспоминается – врагу не сдается наш гордый варяг. Мужчина действительно не унывает. Говорит, дело житейское. За много лет привыкли. А в этом дворе сегодня тишина. Машины здесь не ездят. Иначе можно и без подвески остаться. За всю зиму трактор появлялся всего несколько раз. И когда весь этот лед растает, не знает никто. Пешеходы аккуратно шагают по узенькому тротуару. Это единственный путь, за которым следили. Правда, не коммунальщики, а сами жители. Это каждый двор такой. Каждый год мы плачем. И каждый двор год караулем с утра. Кто-нибудь чистит, убирает или нет. И вообще, в этом году мы сами чистили. Я в соседнем дворе. Вот прямо параллельно. Вот. Но и появился дворник. Немножко хоть тротуары почистить. Люди сетуют, но жалобы на свою управляющую компанию не пишут. Уверены – не поможет. А что, они не знают, что ли? Они прекрасно это все знают. Между тем, именно жильцы сегодня должны контролировать работу коммунальщиков. Так считают городские власти. И так говорит закон. Именно люди вправе отказаться от услуг нерадивой компании. Либо обязать исправить все огрехи. В противном случае, обслуживающие организации будут уверять – у них все хорошо. А у нас нет недостатков? У нас не было предписаний никаких, чтобы у нас... Проверочка была только вчера. Еще предписаний-то нету? Фотографии вот у меня по факту есть. Пока еще не приглашали на собеседование. Так что информации пока никак нет. Все понятно. А сами жители ничего не жалуются? У нас жалуются. В то же время, еще несколько месяцев назад, Ж-УК вместе с еще пяти управляющими компаниями – Декон, РЭК, УРЭК, ТОДЭС и ЖУК – были привлечены к административной ответственности. Тогда сыктывкарский прокурор потребовал от мэрии привести территорию города в порядок. Однако ничего не изменилось. Апрельская проверка вновь выявила огромное количество нарушений. Причем в каждом сыктывкарском дворе. На этот раз в поле зрения комиссии попали служба заказчика, сервисная компания, универсал-сервис, ЖУК. Об этом накануне прокурор города доложил главе республиканского ведомства Владимиру Поневерскому. В отношении руководителей организаций, которые по муниципальному контракту содержат дороги автомобильные, прокурором сыктывкара были возбуждены два дела об административных правонарушениях. Также в адрес главы администрации муниципального образования сыктывкар было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Сегодня власти города в раздумьях. Как заставить коммунальщиков выполнить свои обязанности? Рычагов воздействия практически нет. А управляющие компании делают вид, что ничего не произошло. У нас, к сожалению, по отношению к коммунальным службам, которые не являются муниципальными, а работают по контрактам, либо по выбору самих жильцов квартирных домов, есть только один. Это метод убеждения и предложение устранить те недостатки, те нарушения, которые есть. К сожалению, в меньшем условиях это так. Ну и, соответственно, обращение в контролирующие органы типа прокуратуры, государственной жилищной инспекции. Еще одно из нареканий – снежные валы. Они тают, и смесь воды с солью и песком попадает сначала в ливневку, а затем в реку. Без всякой очистки. Сыктывкарская мэрия уверяет, на своей территории они почти все сделали. А вот предприятия снег вывозить не торопятся. На них власти города будут жаловаться в прокуратуру и посмотрят на результат. Как-никак, состояние дороги дворов на контроле у Владимира Поневерского. С пометкой «До полного устранения нарушений». Борис Попов, Иван Жуков, Светлана Копытова. О том, как одни не могут, а другие не хотят исполнять свои обязанности. Кстати, снег еще не сошел, а столичные власти уже объявили о предстоящих субботниках. Их в Сыктывкаре начнут проводить уже в апреле на месяц раньше обычного срока, чтобы войти в весну с чистым городом и чистым сознанием. Именно так сформулировал задачу столичный градоначальник. Министерство здравоохранения КОМИ разместило на своем официальном сайте информацию о предельно допустимой стоимости лекарственных средств. Эти цены ввела региональная служба по тарифам. Речь идет только о жизненно необходимых лекарствах. Теперь, зная предельно допустимую цену, любой из нас вправе требовать продать ему товар именно по ней. Иначе Светлана Некрасова уточнит. Герсон Александрович Филиппов часто бывает в Ижимской аптеке. Жена мучается от гипертонии и болей в сердце, так что медикаменты для нее пенсионер покупает регулярно. Вот и на этот раз пришел за лекарством от высокого давления и был приятно удивлен. Препарат подешевел. Ну хоть 70 кубик, но и то дело, а то еще дорожает. Вот и бензин, и ЖКХ, и наши продукты. А тут немножко подешевел. Препарат подешевел после введения с 1 апреля государственного регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства. Правительство страны установило предельные цены на 5700 наименований. Мониторинг Минздрава Коми показал, они не сильно отличаются от нынешней стоимости лекарств. Однако часть медикаментов, особенно дорогих, значительно подешевела. Если препарат Престариум, который относится к сердечно-сосудистым препаратам, ранее цена составляла 413 рублей, то с введением новых розничных наценок цена на него уже составляет 310 рублей. То есть мы видим, снижение произошло на 100 рублей. Сразу после введения реестра у фармацевтов республики началась горячая пора. Указанные в списке жизненно важные препараты следовало переоценить, а незарегистрированные убрать в карантинную зону. Торговать ими категорически запрещено. Вот если препарат незарегистрирован, он будет как книжка лежать в этой карантинной зоне целый год, пока не зарегистрироваться. А вам понадобится, а мы вам не продадим. Потому что он незарегистрированный. Надо зарегистрировать. Ну так надо, не мы же регистрировались. Кстати, за один только месяц фармацевты проводили переоценку жизненно важных препаратов в два раза. Первый в середине марта, после того, как вышел приказ республиканской службы по тарифам о предельных надбавках. Во второй, после введения госрегулирования цен. И всякий раз аптеки подсчитывали убытки. Ведь иногда получалось, что покупали лекарства дороже, чем будут продавать. Даже такие моменты есть, что вот товар приходил уже в конце марта, 29-30 марта. И то получается, что цена больше. Хотя уже вроде на это время должны были быть цены новые зарегистрированные. Кстати, приказ службы по тарифам поделил республику на 5 зон. Чем севернее муниципалитет, тем выше надбавка. Максимальная в Воркуте. Но местным фармацевтам от этого ничуть не легче. Накрутка в 30% их не спасает. Юрий Межелицкий, например, уже закрыл 6 из 20 своих аптек. Еще 4 под вопросом. Они не приносят никакой прибыли. Юрий Межелицкий сильно сомневается в том, что регулирование цен на жизненно важные препараты поможет их удешевить. Частные аптеки все равно будут стремиться зарабатывать. Одно и то же лекарство производят обычно несколько заводов. Цены у них разные. Частный бизнес будет покупать те, что подороже. Сумма наценки на них выше, а значит и прибыль больше. То есть чем выше регистрационная цена препарата, тем выгоднее мне его покупать, потому что наценку я на него могу делать больше, но это бред. Впрочем, реестр вступил в силу. Это значит фармацевтам республики придется работать в новых условиях. А поставщикам препаратов готовиться к возвратам. Если суммы издержек для аптек будут слишком большими, по неофициальной информации счет может идти на миллионы рублей, они будут лекарства возвращать. Большинство препаратов будет возвращено поставщикам. На сегодня они готовы принять у нас эти препараты, цена на которые не будет зарегистрирована. Впрочем, не все поставщики готовы принимать свои препараты обратно. Так что без убытков аптекам не обойтись. Ведь торговать по старым ценам чревато. Коми управления Росздравнадзора сейчас ждет указания из Москвы, а потом начнет проверки. И если фармацевты превысят размер наценки, им грозит серьезное наказание. В случае, если аптечные учреждения не будут выполнять эти предельные наценки, то, соответственно, будет ставиться вопрос о отзыве лицензии. Но у фармацевтов все же есть шанс. Федеральное правительство заявило, что готово внести изменения в закон уже осенью. В зависимости от того, как отреагирует на него аптечный бизнес. Однако приоритеты государства вряд ли изменятся. Главное, чтобы был доволен рядовой потребитель.